Полицейские коми бьют тревогу. В регионе увеличилось количество краж, которые случились прежде всего по вине самих потерпевших. Владельцы по забывчивости, невнимательности или в алкогольном дурмане, где попало, оставляют сумки, кошельки и электронную технику. Злоумышленники нередко уверены, оставленные без присмотра вещи потеряны. Примеры человеческой беспечности от Эдуарда Бушуева. 20 июля за помощью в столичное управление полиции обратилась 28-летняя жительница Сыктывкара. Девушка заявила о краже фотоаппарата в ресторане «Фастфуд» на улице Первомайской. Оперативники установили злоумышленника после просмотра записей камер наблюдения. Потерпевшая стояла в очереди в кассу и оставила пакет на прилавке. Взяла поднос с блюдами и, видать, в предвкушении долгожданного ужина совсем забыла про свои пожитки. Маленьким промахом уже через 7 минут воспользовался злоумышленник. Мужчина лет 30 в белой рубашке, в черной бейсболке и шортах подошел, огляделся по сторонам, взял пакет и был таков. Теперь его, как, впрочем, еще нескольких любителей легкой наживы объявили в розыск. Например, вот этих двух девушек подозревают в краже из дамской сумочки в ночном клубе «Нишали». Заявительница пояснила дежурному, что находилась в компании знакомых, отдыхала, распивала с ними спиртное. С потерпевшей за одним столиком сидели две незнакомые ей девушки. По окончанию банкета потерпевшая обнаружила отсутствие сотового телефона и денег, которые находились в дамской сумочке на подоконнике. Самостоятельно найти похищенные предметы девушке не удалось. Она решила обратиться с заявлением в полицию. Просмотрев видеозаписи наблюдения, полицейские поразились беспечности потерпевшей. Незнакомки безостенчиво потрошили сумку жертвы, пока ее целовал кавалер. В таком сумасшедшем любовном порыве, где уж тут за вещами-то уследить. МВД по республике Коми предупреждает жителей о необходимости не забывать закрывать двери своих домов и квартир на ключи. По возможности постараться не оставлять сумочки с хранящимися в них деньгами и ценными вещами в прихожих, на витринах и скамейках, поскольку этим довольно часто пользуются похитители, специализирующиеся на кражах свободным доступом. Если около вашего дома или на лестничной площадке в подъезде находятся подозрительные незнакомые люди, будьте особенно бдительными и при необходимости позвоните в дежурную часть полиции по телефону 02. Невнимательность и забывчивость может обойтись довольно дорого. К примеру, один рассеянный воркутинец не запер дверь в квартире. Таким подарком судьбы воспользовался сосед. Он обчистил жилище на кругленькую сумму. Телевизор, компьютер, мобильный телефон и золото облегчили карман жертвы на полторы сотни тысяч рублей. Правда, в этот раз счастье вора все же длилось недолго. Полицейские его задержали, а имущество вернули хозяину. Эдуард Бушуев, Олег Жуковский, Дмитрий Ведерников, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрген.